МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Барановичском районе чествовали лауреатов звания «Человек-года». Молодое пополнение войсковой части 7404, расположенное в Барановичах, приняло присягу. Информационно-просветительский проект «Зачетный разговор» прошел в Барановичском государственном университете. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Белпочта досрочно выплатит пенсии и пособия за 9 мая, сообщили на предприятии. Пенсии и пособия за 9 число будут выплачиваться в УПС Витебского региона с 5 мая, в остальных областях – Минске и Витебске – с 6 мая. В объектах почтовой связи в Бресте, Гомеле, Гродной, Могилеве выплаты начнутся с 8 мая. В День Победы в нашем регионе будет работать только дежурный почтовый объект. Главпочтамп, улица Советская, 81. В Барановичском районе чествовали лауреатов звания «Человек года». Мероприятие прошло в Мирновском сельском доме культуры. Награды виновникам торжества вручили глава района Сергей Карпенко, первый заместитель председателя райсполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольству Виталий Рудь, председателя районного объединения профсоюзов Елена Пороскевич, а также председателя райкома профсоюза, работников агропромышленного комплекса Илона Поздняк. Нам песня «Строить и жить помогает» под таким названием в Барановичском районе состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня Труда. Этот день не случайно выделен в календаре, ведь созидательный труд во имя самой жизни существовал всегда. Именно благодаря труду мы живем в мирной стране с развитой экономикой, а год мира и созидание открывает перед каждым из нас еще более светлые и бескрайние горизонты для совершенствования, раскрытия новых способностей и покорения новых вершин в различных сферах деятельности. Традиция встречать этот праздник насчитывает уже много лет. В Мирновском сельском доме культуры в торжественной обстановке чествовали жители района, удостойных звания «Человек года». «Это жители района, которые в разных сферах экономики укрепляли социально-экономический потенциал, проявляли профессионализм, ответственность, патриотизм. Звание «Человек года» – это не сиюминутный триумф, а авторитет, который ковался годами. В нем отразились профессионализм, упорство, добросовестный труд, целеустремленность. Кроме того, грамотами и дипломами награждены труженики, добившиеся лучших результатов в животноводческой отрасли. Ведь праздник 1 мая является объединяющим. Он по праву считается символом глубокого уважения человеку труда. Именно человек – главный капитал и богатство страны. Хочу поблагодарить всех тружеников Барановического района за их труд и пожелать, чтобы работа приносила только радость и удовлетворение, чтобы трудовые коллективы района крепли, процветали, множились их успехи и достижения». Все в мире создается трудом человека. Возводятся целые города, строятся фабрики, заводы и уютные дома. Выращивается хлеб. Это результат ежедневных усилий, стараний, терпения и ответственности, целеустремленности и решительности каждого присутствующего в зале. Жители района удостойные звания «Человек года», герои дня, достигшие высот в профессии, достойные слов благодарности, уважения и гордости. Мирновский сельский дом культуры в своих стенах собрал представителей в области сельского хозяйства, промышленности, медицины, образования, культуры, строительства в социальной сфере. Всего 10 человек. На протяжении 2022 года эти люди своим трудом демонстрировали высокие результаты в профессии, тем самым прославляя свой регион, область. Этот день Зинаида Мороз, библиотекарь Городищенской и горпоселковой библиотеки, запомнит надолго. Она получила награду из рук главы района Сергея Карпенко. Номинация «Культура, искусство, духовное возрождение, средства массовой информации, общественная деятельность». Я благодарна всем тем, кто заметил нашу работу, работу нашей библиотеки, Городищенской горпоселковой библиотеки, потому что мы уже не первый год реализуем проект, который направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения. В этом году мы в основном занимались вопросами геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. И в основном мы опирались на те злодеяния, которые были совершены немецко-фашистскими оккупантами на территории Барановичского района, в частности Калдычевского лагеря смерти. Поэтому за вот этот год очень много людей посетило лагерь смерти. Мы проводили экскурсионные туры, мы рассказывали людям о том, что творилось в нашей белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия также были отмечены передовики животноводческой отрасли. Лучшим дипломы вручила заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Виталий Руц. Нашли своих обладателей и профсоюзные награды. Церемонию участвования украсили творческие номера. В Барановичах прямую телефонную линию пройдет начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу Барановича Василий Суховерхий. Интересующие вопросы можно задать 3 мая с 8 до 11 утра по телефону 652010. Молодое пополнение войсковой части 7404, расположенное в Барановичах, приняло присягу клятву на верность Родине. Перед руководствами родными произнесли 29 новобранцев. Торжественная церемония прошла у вечного огня, который горит с 1964 года. Здесь собрались руководства города, представители части силовых структур и общественных объединений. В памяти о подвиге героев, освобождавших Барановича от фашизма, к подножию памятника возложили цветы. Новобранцы войсковой части 7404 приняли на себя обязанность защищать главные ценности суверенной и независимой Беларуси. Мир, спокойствие и стабильность. Клятву на верность Родине дали 29 военнослужащих. Торжественная церемония прошла у вечного огня. В мероприятии приняли участие родные, близкие, друзья новоиспеченных солдат, а также представители различных структур и организаций. Призначая верность присяге, своему воинскому долгу, мужчина обязуется взять в руки оружие и при необходимости защитить свой дом, свою семью и в целом республику Беларусь. Молодые люди перед боевым знаменем, перед лицом командования части администрации города, мамы, папы, друзей поклялись достойно выполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость Республики Беларусь. Новобранцам пожелали стать достойными продолжателями славных традиций народа-победителя, всегда оставаться честными и достойными тех слов, которые они произнесли. Самое главное, что все понимали, нам чужого не надо, как говорит глава государства, но и не пядет своей земли, мы не отдадим. Уверен, что эти ребята каждый свой шаг в будущем будут сверять с текстом присяги, и она для них станет важным ориентиром в жизни, клятвой, которую они не осмелятся, не поступиться ей, не предать нашего главу государства, нашу родину, не изменить нашему народу. Текст присяги небольшой, но вмещает в себя все требования Родины и всего народа к своим защитникам. По словам Игоря Григорьева, советского и российского актера театра и кино, во все времена защита Отечества была священным долгом гражданина. Отмечу, актер находился в нашем городе в связи с проведением театрального фестиваля «Параллельные миры». Он выступил в качестве члена жюри. Несмотря на свою загруженность, не упустил возможности разделить важный день вместе с новобранцами. Это священный долг, это священная обязанность. Это не просто я там дал кому-то обещание, оно имеет священный элемент. Без этого элемента ничего не будет, это будет такой доброволец. Сегодня я доброволец, а завтра я... Вы в атаку идете? Слушайте, у меня это, день рождения у друга, я на неделю уезжаю, понимаешь. Потом приеду и с вами еще в атаку схожу. Это же не так. После принятия военной присяги молодые люди отправились в первое увольнение. В Беларуси введены ограничения на посещение лесов. Меры уже действуют во всех регионах Брещины. В Барановичском районе введен третий класс пожарной опасности. По условиям погоды рассказали специалисты Барановичского лесхоза. Установлено также ограничение на посещение территории лесного фонда. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких местах временно действует табу. Напомним, что гражданина, который нарушил правила, ждет административная ответственность. И если в одном случае все может ограничиться устным предупреждением, то в другом – штрафом в размере до 12 базовых величин. Если же лесному фонду будет причинен ущерб, то размер штрафных санкций может вырасти до 30 базовых величин. Информационно-просветительский проект «Зачетный разговор» пришел в Барановичский государственный университет. Спикерами выступили первый секретарь Центрального комитета общественного объединения БРСМ Александр Лукьянов и начальник отдела по радиовещанию «Альфа-радио» издательского дома «Беларусь» сегодня Вадим Шепет. Гости обсудили со студентами складывающуюся ситуацию в стране и в мире – информационную безопасность. Очередной площадкой информационно-просветительского проекта «Зачетный разговор» стал Барановичский государственный университет. Встречу с молодежью провели первый секретарь Центрального комитета общественного объединения БРСМ Александр Лукьянов и начальник отдела по радиовещанию «Альфа-радио» издательского дома «Беларусь» сегодня шоумен и ведущий Вадим Шепет. В центре внимания ситуация в стране и в мире – информационная безопасность. Все вопросы, вынесенные на повестку дня, озвучил Александр Лукьянов. От геополитики до особенностей экономики, экономического развития нашей страны, особенности взаимодействия с странами Запада, конечно, с развитием интеграционных процессов на площадке Союзного государства, взаимодействия со странами Азии, развития наших инициатив и выступлений в Шанхайской организации сотрудничества как полноправного представителя. Ну и, конечно, вопросы, связанные с военной безопасностью, вопросы, связанные с вашим становлением как профессионалов, выбора карьеры, профессии, социальные пакеты, условия. Студенты со спикерами обсудили послания президента белорусскому народу и национальному собранию. Молодежь ознакомили с основными аспектами выступления. В частности, речь шла о защите национального наследия, экономическом развитии в санкционных условиях, социальной направленности государства, а также независимой внешней политике. Всегда смотрите выступления главы государства страны, в которой вы живете, потому что это нужно вам в первую очередь. Те векторы, те посылы, которые тут звучат, здесь в нашей стране, и озвучивают их главы государства, это посылы на будущее. То есть, многие думают, что если президент государства говорит какие-то вещи, они должны выполняться чуть ли не на следующий день. Нет. Это долгоиграющие проекты, это долгоиграющие векторы, направления, которые будут рассчитаны на вашу жизнь, на ваше будущее. Поэтому обязательно смотрите, это те задачи, те смыслы, которые будут проходить в вашем государстве, потому что вы молодые ребята, вам в дальнейшем развивать эту страну. В завершение мероприятия студенты задали спикерам интересующие их вопросы. Напомню, зачетный разговор – это общественная инициатива. Проект состоит из целого цикла встречи лидеров мнений со студентами вузов и учащимися колледжей. На базе учреждений высшего и среднего специального образования в формате открытого диалога политологи, руководители и политические обозреватели ведущих СМИ страны, представители депутатского корпуса, общественных организаций, эксперты рассказывают ребятам о ключевых достижениях Беларуси в различных отраслях, об условиях, которые создает белорусское государство для развития потенциала белорусской молодежи. В Баранычах 30 апреля завершился Международный театральный фестиваль «Параллельные миры-2023», который собрал 17 коллективов из Беларуси и России. Гран-при в номинации «Лучший спектакль» завоевала постановка «Коллега с острова Инишман» Народного театра студии «За кулисье». Санкт-петербургские актеры второй год подряд увозят главную награду мероприятия. Диплома первой степени в номинации «Лучший спектакль» достойна постановка «Бег сны» студенческого театра «Версия Санкт-Петербург». На втором месте «Меня зовут Билли» выдуманная история о невыдуманном человеке театральной студии «Что? Ростов-на-Дону». На третьей ступеньке оказались два театральных действия «Саня Ваня с ними Римос» театра на Пролетарской Санкт-Петербурга и спектакля «От красной крысы до зеленой звезды» образцового одесско-юношеского драматического театра студии «Дуэт Санкт-Петербург». Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова